Привет, друзья! Если кто-то не спит сейчас еще, в чем я как бы сомневаюсь. Часто вы слышите, что я говорю вам, советую, рекомендую не делать тренировки в отказ. Особенно, когда вы тренируете силу, когда тренируетесь ради развития силы. Иногда можно это делать, когда мы тренируемся ради гипертрофии. Вы знаете это, когда мы тренируем промежуточные мышечные волокна. И мы тренируемся в отказ, когда делаем окислительные тренировки. На окислительные мышечные волокна. На медленные мышечные волокна. Но, несмотря на то, что это факт, интересно действительно, почему это происходит. и вы постоянно меня спрашиваете. На самом деле, с точки зрения биохимии и физиологии, я думаю, что мало людей найдутся, кто сможет ответить, обосновать все это. Но с точки зрения практики уже мало осталось безграмотных людей, кто продолжает давать такие рекомендации. Но все-таки есть еще люди, которые советуют тренироваться до отказа. Здесь, несмотря на то, что я уже вам рассказывал и в статьях, и в видео, я хочу еще раз напомнить, потому что очень много различных понятий, когда мы говорим о чем-то. Если понятие разные, то мы просто не понимаем, о чем кто говорит. И наступает путаница. Когда я говорю тренироваться до отказа, это значит, что нужно останавливаться как минимум за одно повторение до того, как наступит отказ. К примеру, вы делаете 6, 7, 8, неважно, четких повторений. Чувствуете, что следующее повторение вас просто задавит или вы не сможете его выполнить технически, грамотно, без нарушения техники. И вы останавливаетесь за одно повторение до отказа как раз таки. Что такое тренировка в отказ? Это как раз таки, когда вы тренируетесь, выполняете 6, 7, 8, неважно, какое количество повторений. И вас задавливает, к примеру, на десятом, на одиннадцатом или может быть на восьмом повторении. Вот эта тренировка в отказ. Вот таких тренировок никогда быть не должно, только когда мы тренируем промежуточные мышечные волокна. А вот до отказа тренироваться можно, нельзя тренироваться в отказ. Надеюсь, понятно уже, да, почему. Я много размышлял, если вам интересно, я могу поделиться своими мыслями, идеями. И если у вас есть какие-либо идеи, пишите их обязательно в комментариях, а может быть вы знаете, почему так происходит с точки зрения биохимии, физиологии. Обязательно напишите, а если снимите ролик, будет вообще круто, мы выложим его на канал. Возможно, как-нибудь вынесем эту тему на каком-нибудь стриме, если получится. Так вот, какие выводы пришли ко мне в голову. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Когда мы с вами делаем отказ, тренируясь на силу, почему нельзя этого делать? Потому что на самом-то деле мы переутомляем центральную нервную систему. А вы знаете, да, что центральная нервная система регулирует все, в том числе и работу мышц, в том числе и насколько мы сильны. Ведь ни одна мышца не сокращается на 100%. Если мышца сократится полностью на весь свой возможный ресурс, она просто поломает кость. Вот вам одна из причин, почему на самом деле центральная нервная система так четко за всем этим следит. Так вот, центральная нервная система перегружается и она посылает, точнее не дает достаточное количество сигналов для того, чтобы вы смогли продолжить упражнение. Если вы так постоянно делаете, вы приучаете вашу центральную нервную систему постоянно находиться в состоянии стресса, быть готовым к тому, что в любой момент можно и нужно будет остановить вас, чтобы вы не навредили себе, чтобы вы не навредили центральной нервной системе. Навредите центральной нервной системе, навредите всему остальному организму. На самом деле как происходит сигнал? Ведь по нервным окончаниям, по нервным волокнам идут сигналы. Чем мощнее сигнал, чем он четче, тем лучше включается в работу мышечное волокно, мышечные пучки и сама мышца в целом. Так вот, у таких мышечных волокон есть оболочка. Представьте себе провод электрический, который в оболочке. Так вот, эта оболочка называется миолиновой. И она имеет несколько слоев. Эти слои могут нарастать, нарастать. Это зависит от питания, от многих факторов. И возможно, когда мы тренируемся в отказ, мы нарушаем каким-то образом биохимию клетки, биохимию всего организма. И эти миолиновые оболочки разрушаются или уменьшаются, или становятся меньше. В общем, проводимость нервных импульсов становится ниже. Что же происходит, когда мы тренируемся в статодинамике до отказа или даже в отказ? Здесь отказ как раз-таки наступает не потому, что вы не можете мышцей выполнить работу. Нет, можем. Кто пробовал такие тренировки, понимает, что можно еще сделать и 10 повторений сверху. Но невыносимое сжение от закисления в мышцы не дает нам это делать. Понимаете разницу? В одном случае, когда у нас огромные веса, нам не дает работать центральная нервная система. В другом случае, нам не дает работать именно наши ощущения сами. И мы сами просто останавливаемся. Кто-то может сделать больше, кто-то меньше, в зависимости от того, насколько кто садамаза. Но это факт. Вот примерно, примерно в таком ключе я размышляю. Насколько это правильно, я не берусь утверждать. Но мне кажется, что, по крайней мере, направление моих мыслей задано правильно. Интересно было бы найти, конечно, специалиста, кто очень хорошо разбирается в биохимии, но таких очень и очень мало. Особенно с точки зрения бодибилдинга. Я уже не говорю спорта. Именно бодибилдинга, но он очень специфический вид спорта. Мало кто рассматривает вообще с точки зрения науки, как, почему растут мышцы. Потому что это не прикладной вид спорта. И на этом много не заработаешь. Как, к примеру, на том же футболе, в большом теннисе, в хоккее. Не говорю уже о гольфе, не говоря об американском футболе, баскетболе. Но все это очень интересно. И я думаю, что вам тоже это все интересно. Если кто-то находил где-то подобную информацию, обязательно поделитесь с нами ссылками или расскажите, о чем говорилось в тех или иных исследованиях. Или о чем говорил тот или иной грамотный биохимик. Вот примерно о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Кстати, что касается базовых упражнений. Мы уже затронули сегодня тему, что именно нервные импульсы, именно центральная нервная система задает нам, насколько организм отвлекается на ту или иную нагрузку. Так вот, никто не будет отрицать, что чем больше волокон, чем больше мышечных пучков включается в работу, тем качественнее работа, тем с более серьезными весами вы можете поработать. Так как вы думаете, для центральной нервной системы, что больше стресс вызывает, к чему она относится с опаской? Ведь для центральной нервной системы нет понятия, что ты тренируешься или нет. Есть опасность, есть менее опасность, есть очень серьезная опасность. Как вы думаете, к чему она относится более серьезно? К тому, когда вы приседаете с серьезными весами, делаете становые тяги, подтягиваетесь, в конце концов делаете жим лежа, или каким-то изолированным упражнением в тренажере, особенно на бицепс. Так что, друзья, просто обычными размышлениями, которыми должен заниматься каждый человек, и не обязательно в сфере спорта, бодибилдинга, мы можем прийти самостоятельно, без особых каких-то серьезных, глубоких знаний в той или иной науке, к каким-то логическим выводам, что будет нести пользу всем нам. И, естественно, еще и мозги будут работать, что тоже очень и очень полезно. Если кому-то лень размышлять, играйте в шахматы, учите иностранные языки, потому что это лучшая работа для мозга. А ведь мы с вами должны тренировать не только мышцы, но и мозг. Доказано, что мышцы не стареют. Если их постоянно нагружать, давать им работу, если достаточно жидкости, то мышца не стареет в организме, в отличие от всего другого. Она обновляется постоянно, и она может быть постоянно в тонусе. Вот почему нужно ее тренировать. Но также доказано, что если не давать работу своему мозгу, грубо говоря, он тупеет. Мы с вами тоже тупеем. Так что, друзья, задумайтесь о том, насколько серьезно вы даете работу своим мозгам, кто работает физически. А кто работает умственно, интеллектуально, задумайтесь, достаточно ли работы вашим мышцам. Ведь от этого всего зависит наше общее состояние здоровья, а от этого уже зависит наше отношение с другими людьми и мир наш, мироощущение, мировосприятие в целом. Друзья, надеюсь, вам было интересно сегодня послушать то, о чем я размышляю, над чем думаю частенько. Если понравилось, ставьте лайк. Если согласны со мной, делитесь этим роликом в своих соцсетях. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите комментарии, с чем вы не согласны. Тоже поделитесь этим роликом в своих соцсетях, чтобы другие люди увидели, насколько я глуп в том или ином вопросе. И, возможно, кто-то подскажет мне, как и почему с точки зрения науки, с точки зрения нашего организма отказы, вредные отказы убивают. И рост массы, и рост силы. Ну что, спасибо, что смотрели. Именно вы помогаете мне развиваться, помогаете развиваться каналу, за что вам огромная благодарность. И не забывайте приобретать мои книги, в которых очень много, друзья, всего интересного. Я думаю, вы по сегодняшнему ролику догадались, что там тоже очень много мыслей, очень много идей, размышлений, и, естественно, больше всего там практического подхода к тренингу, отдельно к мужскому, отдельно к женскому. Особенно, если вы взяли на себя смелость или ответственность тренировать других людей. Вы обязаны прочитать, изучить эти книги, просто чтобы посмотреть на подход к тренингу, к питанию, восстановлению, немножечко с необычной, с другой стороны. С той стороны, которая, в принципе, не общепринята. И зачастую противоречит тому, чему нас учат учебники, чему нас учат школы Бена Вейдера и других подобных заведений. Кто приобрел уже мои книги, друзья, тоже обязательно напишите, понравились вам они или нет, помогли они вам или нет, не пожалели ли вы, что вы приобрели эти книги. Мне это, в первую очередь, самому очень интересно, потому что на очереди новые книги о тренировках, более подробно уже разложено для каждой мышечной группы, о каждой мышечной группе. И готовлю книгу о проблемах с позвоночником, как избавиться, как я от этого избавился, как многие из вас, уже больше тысячи человек, тоже избавились от этих проблем. В общем, постоянно, постоянно в поиске и любая обратная связь от вас мне очень-очень интересно и очень-очень полезно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить в разные информации. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова